Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК САХА, программа ПРОАВТО14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. В студии работает Антон Васильев. Следующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? День сотрудника органов внутренних дел, отмечаемый 10 ноября. Об этой знаменательной дате и о работе ГИБДД сегодня расскажет начальник управления ГИБДД МВД по республике Сахая-Кутия, полковник полиции Александр Архипов. А также сотрудники районных подразделений госавтоинспекции. А в конце программы, по традиции, наша популярная и любимая вами рубрика «Тест правил дорожного движения», который сдаст первая автоледия Якутии Мария Андреева. А в начале нашего выпуска предлагаем вам обзор происшествий на дорогах республики за последнюю неделю. На автомобильных дорогах республики с 29 октября по 5 ноября зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 12 человек и повреждено 17 транспортных средств. Так, 29 октября на 517-м километре автодороги «Лена» водитель, управляя транспортным средством «Шакман», в составе прицепа не учел дорожные и метеорологические условия, не выдержал безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение с «Исудзу Форвард». В результате ДТП водитель «Исудзу» с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, второй водитель при этом не пострадал. А свидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков. Несколькими днями позже в городе Якутске на улице Октябрьская мужчина, управляя автомобилем «Тойота Саксит», не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Витц», который от полученного удара совершил столкновение с «Тойота Королла Рангс». В результате автоаварии водитель третьей автомашины получил ушиб поясницы, ему назначено амбулаторное лечение. Согласно акту освидетельствования, на момент столкновения водитель «Тойота Саксит» был в состоянии алкогольного опьянения. 2 ноября водитель, управляя грузовым автомобилем «Скани» с прицепом, поворачивал с Маганского тракта на улицу «Экспериментальная». В это время у прицепа оборвалась стропа, вследствие чего груз прицепа упал на автомобиль «Тойота Королла Филдер». Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила водителя на марки медучреждения, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины. Согласно проведенным свидетельствованиям, на состоянии алкогольного опьянения оба водителя были трезвы. А мы продолжаем. В конце прошлого месяца в телеграм-каналах Якутии разлетелось видео, на котором сотрудник ДПС ГИБДД Якутска задерживает пьяного водителя во дворах города. Все внимание при этом к себе привлек полицейский, бежавший за автомобилем. Силовик дайнал автомашину и умудрился на ходу запрыгнуть в салон автомобиля, в итоге остановив его. Кто же этот Супермен? Мы узнаем в нашем следующем сюжете. Знакомьтесь с героем. 31-летний инспектор ДПС, лейтенант полиции, уроженец Ивена-Батантайского района Арнольд Григорьев. Работает в ГИБДД уже шестой год и убеждает нас, что подобные происшествия в его работе происходят нередко. У нас поступила ориентировка в районе Борисовки. Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя алкогольного опьянения. То есть он задел транспортное средство и скрылся с места. После чего по маршруту мы выявили транспортное средство, то есть это было Субаро-Легаси серебристого цвета. Водитель вел себя неадекватно, проехал на запрещение сигнала светофора. Также мы организовали преследование, пытались остановить транспортное средство, но данный гражданин вел себя неадекватно и создавал аварийные ситуации. После чего данный гражданин заехал во дворы, то есть по Короленко, мне пришлось принять меры выйти, остановить транспортное средство, так как человек создавал угрозу жизни граждан. В свободное время Арнольд ходит в спортзал, у него прекрасная физическая форма, благодаря которой он, собственно, легко и красиво догнал пьяного водителя. Поэтому молодежи настоятельно рекомендуют заниматься спортом, следить за своим здоровьем и в любых ситуациях оставаться людьми. Водитель вел себя агрессивно, неадекватно, ругался, пытался, хватался за форменную одежду, пытался ударить, вот, ну, тем самым мы его пересекли. Ну, его ждет лишение прав, также, ну, там будет уже судья, наверное, решать. Оказывается, герой месяца нынешней весной спас заплутавшего на Хандекской трассе иностранца. Об этом якутиане узнали случайно из соцсетей, где супруга потеряшки благодарила Арнольда и его коллегу. Сегодня инспектор ДПС проходит плановую диспансеризацию и совсем скоро вновь приступит к службе. В начале месяца в ЯКНЭКе появилось еще одно видео задержания нарушителя сотрудников ГИБДД. Инспектор запрыгнул на багажник автомобиля, который мчался на всех парах. Якутского Бэтмена зовут Константин Филиппов, он проходит стажировку на инспектора ДПС ГИБДД. Уклоняясь от наезда, Филиппов запрыгнул на багажник иномарки и удерживался на нем, несмотря на высокую скорость. Водителем оказался 16-летний парень, угнавший автомобиль у знакомых своих родителей. Надеемся, что после этого смелого подвига Константина Филиппова примут на службу. История празднования этой даты начинается в 1962 году. Тогда торжествовала иное название – День советской милиции. Сегодня это уже День полиции. Поздравления принимают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации. В эту дату во всех подразделениях страны проводятся минуты молчания в память о погибших при исполнении полицейских. Позднее в торжественной обстановке проходят церемонии получения новых званий, вручение благородственных писем и, конечно же, традиционные концерты. Более подробно об этой дате и работе ГИБДД сегодня расскажет начальник ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия Александр Архипов. Александр Александрович, скажите, с какими достижениями сотрудники госавтоинспекции встречают этот праздник? На сегодняшний день нам очень отрадно, во-первых, с начала реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения» наша республика ежегодно выполняет те социальные погодатели, которые утверждены федеральным проектом. Сегодня мы имеем снижение на 14% погибших меньше, чем в прошлом году, почти на 20% автоаварий и на 20% количество раненых в них людей, а также на 30% погибших, это под управлением лицами в состоянии алкогольного пьянения. То есть очень хорошая положительная динамика идет на профилактику именно правонарушений, которые у нас выявляются с водителями в состоянии алкогольного пьянения. Ну и также у нас есть хорошие показатели по снижению детской смертности, ну это одно из самых приоритетных направлений нашей деятельности. Поэтому на сегодняшний день республика выглядит, на мой взгляд, более достойно, и те поставленные цели и задачи, которые были поставлены президентом РФ, правительством страны и Министерством внутренних дел, на сегодняшний день выполняются в госавтоинспекции. В последнее время очень часто в СМИ и в социальных сетях появляется видео о героических поступках сотрудников госавтоинспекции. Неужели действительно инспектору ГАИ сегодня нужно быть готовым совершить подвиг? Ну, сотрудник органов внутренних дел, не только госавтоинспекции, он всегда должен быть и профессионально подготовленным, и физически подготовленным. Но это не все требования, которые у нас предъявляются к сотрудникам органов внутренних дел. У нас есть определенные квалификационные требования, это наличие специального высшего среднепрофессионального образования. Сегодня у нас в госавтоинспекции работают сотрудники практически все с высшим образованием, юридическим или техническим. И выходя на службу, мы не будем ограничиваться только той деятельностью, которую сегодня мы выполняем в повседневной жизни. Это работа профилактики правонарушений с водительским составом, это остановка транспортных средств, проведение каких-то административных процедур. Зачастую именно должностные обязанности сотрудников, они порой выходят за рамки именно поставленных целей и задачи определенных сотрудников органов внутренних дел. Вообще инспектор или сотрудник органов внутренних дел, он в той или мере может быть психологом, тонко чувствовать гражданина, с которым он работает, чтобы сгладить какую-то определенную конфликтную ситуацию, либо наоборот помочь гражданину. Мы должны уметь с вами правильно оказать первую медицинскую помощь, доставить больного человека в лечебные учреждения, не только по факту дорожно-транспортного происшествия. У нас очень много таких случаев, когда просто водителю или пассажиру стало плохо. Были случаи, когда у нас молодые женщины, у них роды происходят в автомобиле, непосредственно сотрудники подключаются, оказывают первую помощь и выезжают на место, скажем так, к месту лечебного учреждения, чтобы оказать женщине всю необходимую помощь. Мы никогда не бросим их на, скажем так, производство судьбы и окажем всю нашу помощь, либо по эвакуации транспортного средства, либо наши сотрудники даже могут поменять колесо. Такие многочисленные такие факты есть, особенно когда автомобиль замерзает где-то. У нас на постоянной основе работают три передвижных комплекса на базе автомобиля КАМАЗ, которые в постоянной основе курсируют по федеральным дорогам нашей республики. Многократные случаи ежегодные, когда сотрудники оказывают помощь пострадавшим именно при замерзании. Ну и иные другие обстоятельства, связанные как раз с риском жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел. Это задержание лиц, находящихся в состоянии опьянения, находящихся в федеральном, региональном розыске, подозреваемых в совершении тяжких и особых тяжких преступлений. Это раскрытие краж и угонов транспортных средств, когда сотрудники подвергаются опасности, преследуют нарушителей. Это и другие моменты. У нас в этом текущем году несколько фактов, когда наши сотрудники органов внутренних дел оказывали первую помощь в эвакуацию пострадавших при пожарах. На сегодняшний день даже у нас двое сотрудников находятся на лечении, которые получили отравление угарными газами. Это и другая работа, она на постоянной основе ведется. Нам приходится, потому что мы обязаны помочь населению, гражданам в сохранении их жизни и здоровья, даже если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения. К сожалению, такие случаи есть, и мы гордимся нашими сотрудниками, которые, не щадя своей жизни и здоровью, помогают людям. Спасибо вам за эти слова. А что бы вы пожелали коллегам в сегодняшний день? С какими словами вы бы к ним обратились? Конечно же, хотелось бы пожелать нашим сотрудникам крепкого здоровья, мирного неба над головой, чтобы в их семьях был всегда уют, всегда была поддержка со стороны, пусть это либо супруга, либо супруги, потому что у нас очень много девушек. Конечно же, карьерного роста, чтобы деятельность сотрудников органов внутренних дел, она всегда только отзывалась с хорошей, положительной стороны и оценивалась обществом и государством. Конечно же, хочется в этот день отметить тех сотрудников, которые золотыми буквами вписаны в памяти органов внутренних дел, которые до конца, до последней секунды своей жизни обеспечивали правопорядок, защищали законные интересы и здоровье наших граждан, и которые, к сожалению, погибли при исполнении служебного долга. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать нашим ветеранам. Ветераны на сегодняшний день проводят очень большую работу с нашими сотрудниками, с действующими сотрудниками, передавая нам свой опыт, свои знания, навыки, работая с молодыми сотрудниками органов внутренних дел. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и всего самого наилучшего и доброго. Имена сотрудников Дорожной службы Якутии всегда на слуху. Так, совсем недавно, во время пожара на проспекте Ленина 3-1, отличился командир батальона ДПС ЕБДД майор полиции Максим Бубенчиков. Не раздумывая, он бросился на помощь и спас нескольких людей, включая ребенка. Во время спасательных работ Максим сам надышался угарным газом и почувствовал себя плохо. Накануне дня сотрудников органов внутренних дел наш корреспондент навестил героя в больнице. С момента пожара на Ленина 3-1, унесшего две жизни, прошло уже больше двух недель. Но об этом событии до сих пор не хочет вспоминать Максим Бубенчиков. Заместитель командира батальона ДПС ЕБДД, который оказался в числе первых прибывших на место происшествия. По нашей просьбе Максим все-таки рассказал о страшных событиях. Зашел в здание, оценил обстановку. Люди, кто находились, первый, второй, третий этаж, начал их оповещать, чтобы они выходили со здания. Суматоха была, старался всех объяснить, направить на путь, чтобы все люди выходили по лестнице, которая была безопасная. Вы были один, да? Да, я в тот день был один. И сотрудников полиции вы были один? И сотрудников полиции я был один, да. Со мной там еще мужчина был, помогал сперва. По-моему, работал в этом здании, он более-менее в нем ориентировался. Увидев густой дым и пламя из окон семиэтажного здания, Максим, не теряя времени, поднялся на этажи и начал выводить граждан на улицу. В густом дыму он обнаружил трех женщин, которые потеряли сознание, надышавшись едким дымом. Вместе с огнеборцами полицейский их эвакуировал и передал скорой помощи. Также он вынес на улицу ребенка, которого нашел в задымленном коридоре. Максим с грустью поведал, что многие в здании, возможно, из-за растерянности или незнания, вели себя неадекватно в сложившейся ситуации, а некоторые проявляли негатив. Первые минуты люди себя вели, как говорится, безлаберны, начали собирать свои вещи. Кто-то там телефон, кто-то зарядку от телефона искал. Некоторые снимали все происходящее на сотовый телефон. Пожарные, в принципе, приехали быстро, тоже люди, говорю, сперва все снимают на телефон, но не вызывают спецслужбы. Поэтому вот у них сигнал, видать, поздновато поступило. Так они приехали довольно быстро, начали людей эвакуировать, тоже помогать. Ну, сразу к тушению приступили. Там люди некоторые сидели на подоконниках, на карнизе. К счастью, вот они всех их спасли. Во время спасательных работ Максим сам надышался угарным газом и чувствовал себя неважно. Очевидцы пожара сообщают в социальных сетях, что мужчина чувствовал себя плохо, выглядел уставшим, но снова и снова возвращался в горящее здание, чтобы спасти людей. Стражи правопорядка доставили командира в медучреждение. Он до сих пор на больничном, но чувствует себя уже намного лучше. С днем сотрудника органов внутренних дел мы поздравляем в том числе и сотрудников госавтоинспекции в районах нашей республики. О том, как они отмечают этот день и что он для них значит сегодня, мы узнаем в нашем следующем сюжете. У всех нерюнгринцев еще свежи воспоминания о прошедшем снегопаде, когда и федеральная трасса встала в пятичасовую пробку. И в самом городе движение было очень сильно затруднено, а дорожники просто физически не справлялись с последствиями стихии. Работы по приведению дорожной сети района в норму не прекращаются. Ведется постоянный мониторинг состояния дорог, их очистка, а также уборка снега и отсыпка придомовых территорий и внутриквартальных проездов. На основании 248-го федерального закона ГИБДД МВД Принескому району на постоянной основе проводится мониторинг улично-дорожной сети. Именно это был усиленный мониторинг с начала выпадения снегопадов. В рамках данного мониторинга было составлено 38 актов о недобросовестном содержании улично-дорожной сети, также 14 актов инструментального осмотра и выявления недостатков улично-дорожной сети. На основании данных актов были подготовлены предостережения, информационные письма в адрес собственника дорог. Это у нас ФКУ Проводор Лена, МКУ ГХ город Нерюнгре, ну и также главы поселений. По итогам заседания был принят ряд конструктивных решений по более тесному и оперативному взаимодействию собственников дорог, подрядных организаций, которые их обслуживают, и подразделениями ГАИ, чтобы исключить повторение ситуации с гигантскими пробками вследствие снегопада. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгре. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане отвечают на вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них сегодня Мария Андреева. Первая автолидия Якутии. Мария, здравствуйте. Хотелось бы узнать, почему же вас можно назвать первой автолидией Якутии? Здравствуйте. Ну, у меня права уже 30 лет. Это как-то срок, можно сказать, да? 30 лет назад у многих женщин не было прав. Нас было очень мало, и мы как бы были первооткрывателями. И мы тогда создали еще организацию автолидии. Собирались, организовали мероприятия, но потом уже эта автолидия расширилась, и сейчас очень большая организация автолидии называется. Сегодня в Сильности очень много у нас как раз таки автолюбителей, женщин, которые вполне успешно, так сказать, являются участниками дорожного движения, именно как водители транспорта. Ну что, мы сразу готовы приступить к нашему тесту. Внимание на экран. Итак, первый вопрос. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? Первый вариант являются, второй являются только обочины, третий не являются. Я, конечно, учила 30 лет назад и сдала, конечно, с первого хода, но я думаю, что это первый ответ – являются. Ваш ответ – вариант номер один. Хорошо? Следующий вопрос. На каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается этот знак вне населенного пункта? Первый вариант – 150-300 метров, второй – 50-100 метров, третий – непосредственно перед неровным участком дороги. Это обычно 150-30 метров, но первый ответ. Ответ номер один. Хорошо? Следующий вопрос. Вам разрешено продолжить движение. Первый вариант – по траекториям В или В, второй – по траекториям А или В, и третий – по любой траектории из указанных. Так. Знак показывает, что надо поехать по траекторию А и В, то есть второй ответ, думаю. Ответ номер два. Едем дальше. На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации? Первый вариант – не менее 10 метров, второй – не менее 15, третий – не менее 20, четвертый – не менее 30 метров. Это будет не менее 15 метров, я точно так думаю. Ваш ответ – вариант номер два. Можно ли вам начать обгон в населенном пункте? Первый вариант – можно, второй – можно, если обгон будет завершен до переезда, и третий – нельзя. Я думаю, что это нельзя. Ваш ответ – вариант номер три. Ответ – нельзя. Да, третий. В каком месте на данном участке дороги вам разрешено поставить автомобиль на длительную стоянку? Первый вариант – в любом месте на обочине, второй – только через 500 метров на специальной площадке, и третий – во всех перечисленных местах. Ну, тут, конечно, только через 500 метров на специальной площадке. Номер два – ответ. Хорошо, ваш ответ принят. Обязаны ли вы уступить дорогу автобусу? Первый вариант – обязаны, второй – не обязаны. Конечно же, обязаны всегда уступать автобусу. Хорошо. Ваш ответ – вариант номер один. Вы намерены повернуть налево ваши действия. Первый вариант – уступите дорогу обоим грузовым автомобилям, второй – выехав на перекресток, уступите дорогу встречному грузовому автомобилю и завершите поворот, и третий – проедете перекресток первым. Ну, здесь надо, конечно, уступать сперва дорогу встречному, потом вот… А вторая машина – это за знаком, еще со знаком, что… Поэтому я, наверное, думаю, надо уступить дорогу обоим грузовым автомобилям. Ответ номер один. После въезда на этот перекресток, первый вариант – вы должны уступить дорогу легковому автомобилю, въезжающему на него, второй – вы будете иметь преимущество перед легковым автомобилем, въезжающим на него, и третий – вам следует действовать по взаимной договоренности с водителем легкового автомобиля. Ну, здесь… Это кольцевка кольцевая же, да, поэтому я должна буду иметь преимущество перед легковым автомобилем, который въезжает в кольцевую… Ну, на него, вот написали. Второй ответ здесь у меня преимущество. Ваш ответ – вариант номер два. Хорошо? Угу. Можно ли водителю легкового автомобиля в данной ситуации начать движение от тротуара? Первый вариант – можно. Второй – можно, если при этом не будут созданы помехи грузовому автомобилю. И третий – нельзя. Ну, здесь же у меня есть полоса своя, поэтому, если я не мешаю этому автомобилю, почему бы не ехать? Поэтому я думаю, что это можно, если при этом не будут созданы помехи. Ну, то есть не буду мешать грузовому автомобилю. Второй ответ. Хорошо. Ну, а ответы Марии проверит, опять же, по традиции преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Вы ответили на 10 экзаменационных вопросов. И первый вопрос был – являются ли тротуары и обочины частью дороги? Конечно, они являются частью дороги. Вы дали правильный ответ. На каком расстоянии до неровного участка дороги установлен этот знак вне населенного пункта? Конечно, необходимо нас предупреждать заранее. 150-300 метров – это правильный ответ. Вам разрешено продолжить движение АВ, то есть прямо или развернуться. Это правильный ответ. На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации? В населенном пункте знак устанавливается на расстоянии не менее 15 метров. Вы дали правильный ответ. Можно ли вам начать обгон в населенном пункте? Вы правильно обратили внимание, что здесь у нас установлен предупреждающий знак. В населенном пункте данный знак устанавливается на расстоянии 50-100 метров. Обгон запрещен на железнодорожном переезде и 100 метров до него. Вы правильно ответили – нельзя. В каком месте на данном участке дороги вам разрешено поставить автомобиль на длительную стоянку? Конечно, только через 500 метров. Вы дали правильный ответ. Обязаны ли вы уступить дорогу автобусу? В данной ситуации вы, конечно, обязаны уступить дорогу автобуса. Это был правильный ответ. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия. Почему-то здесь мне показалось, что вы засомневались. Желтые проблесковые маячки преимущества в движении не дают. Но, учитывая, что это нерегулируемый перекресток, мы смотрим на помеху справа. Грузовой автомобиль справа от вас, он для вас помеха справа, ему уступаете. И, соответственно, транспортное средство, которое двигается прямо, вы поворачиваете налево, также вы ему уступаете. Обоим грузовым автомобилям вы дали правильный ответ. После въезда на этот перекресток, конечно, вы будете иметь преимущество. Это был правильный ответ. Можно ли водителю легкового автомобиля в данной ситуации начать движение от тротуара? Начиная движение, мы всегда должны убедиться в безопасности. И, конечно, если вы не создаете помех грузовому автомобилю, то начать движение можно. Вы дали правильный ответ. Мария, вы ответили правильно на 10 экзаменационных вопросов. У вас хорошие знания правил дорожного движения. Но вам и всем другим участникам дорожного движения я не устаю напоминать, что правила нужно регулярно повторять. Вот и подошла к концу нашей передачи. Дорогие зрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!